макс ком м м 740 телефон для каждого как заявляет производитель в наших краях он больше позиционируется как бабушка фон почему потому что имеет огромную клавиатуру и нему функций огромный шрифт в телефоне нет даже камеры внешний виде вон очень сильно поминает пульт от телевизора и логично бы подумать что за 33 доллара это просто какая-то дичь втираешь мне какую-то дичь но не все так плохо почему потому что комплект идет вот такая мощнейшая док-станция она же служит как bluetooth колонка и это очень выглядит интересно и здорово продумано в этом видео приглашаю всех посмотреть детальный обзор данного устройства и в конце видео сделаем для себя вывод заслуживает ли данное устройство внимание и стоит ли она своих денег поставляется телефон такой вот стандартной коробки огромная коробка с как для кнопочников современных комплекте съемное зарядное устройство огромнейшим юсби шнуром но это понятно потому что есть такая док-станция емкость зарядного устройства идет 300 миллиампер часов ну и собственно как уже догадались комплект идет такая док-станция она же служит как bluetooth колонка и независимые fm-радио то есть здесь еще встроенный fm приемник есть собственно сам телефон по внешнему виду фронтальная часть разговорный динамик здесь два динамика отдельных и на разговор и на мультимедиа просто какой-то праздник дисплей 2 и 4 дюйма 240 на 320 лого компании макс ком клавиатурный блок удобнейший клавиатурный блок клавиши отдельные клавиши большие подсветка клавиатуре идеальнейшая никаких засветов просветов все очень в этом плане хорошо сделано левая грань видим как ни странно до качелька регулировки громкости попробуйте ее встретить простом кнопочники только бабушка фонах ставлю такие кнопки почему-то не в распадушках еще ставят правая грань видим отдельная кнопка для запуска фонарика опять же приятно увидеть такое бабушка фоне почему простых кнопочниках не ставят отдельные кнопки включения фонарика микрофон разговорный спрятан где-то под пластиной нижняя часть разъем micro usb для подключения зарядного устройства либо синхронизации с компьютером и 5 миллиметра разъем для подключения наушников либо гарнитуры и специальный разъем для того чтобы контактится с док-станцией зарядкой быстрая зарядка то есть вставляете телефон док-станцию и идет зарядка осуществляется это все быстро только что он это продемонстрировал задняя часть блога компании макс ком прорезь мультимедийного динамика очень громкий мультимедийный динамик это вам вам дальше видео про демонстрирую и такая интересная кнопка напоминает на чем-то как будто это сканер печатков пальцев ну как бы не так это сос кнопка то есть запуск экстренного вызова это все настраивается меню дальше видео вам также покажу и собственно сам фонарик фонарик очень яркий опять этом плане очень все здорово давайте откроем крышку посмотрим что я часто под ней крышка снимается немного туговато нужно опять же поддевать пазы по контуру они отщелкивать вот так собственно что мы видим под крышкой огромнейший мультимедийный динамик аккумулятор еще миллиампер часов как заявляет производитель я проверил это тестером конечно же модель bl5c вот такой здесь результат заменником проблем не будет потому что это модель но кирской батареи bl5c продажи их еще можно найти что видим под крышкой антенна такая на заклепках дешевенькая ну и соответственно связь в этом телефоне не очень то есть если взять более дорогие телефоны от philips либо nokia где антенны идут более высшего класса этот проигрывает два разъема от sim-карты старого образца мини сим и собственно разъем карт памяти micro sd на защелках будьте аккуратны это легко можно поломать и информация где сделан телефон перси на то есть потому что думаю что не китай нет это китай перси это китай вот собственно все под крышкой больше ничего нет закрываем телефон по качеству сборки никаких претензий нет то есть никаких скрипов люфтов засветов пару слов пока что защитного пластика очень твердый защитный пластик он более напоминает стекло то есть такое я видел в nokia 3310 2g nokia 3310 3g ни в одном кнопочном телефоне ценником дороже я такого стекла не встречал вот бабушка фоне пожалуйста встречаем качественный защитный пластик то есть продавить его очень сложно вероятность того что вы повредите дисплей минимальная так давайте включим устройство экран заставки увидим вот такая громкость включается просто молниеносное устройство углы обзора прошу заметить не самые плохие то есть видим защитный пластик идет такой скругленный как будто в 3d что такое мы помним nokia 3310 2g 3310 3g либо nokia 5310 двадцатого года очень хорошие углы обзора телефоне за 30 долларов так начну я пожалуй обзор самого интересного именно с док станции который он поставляется потому что функции телефоне не очень то и много итак bluetooth колонка она же док станция емкость аккумулятора 1200 миллиампер часов и так показываю как законотить колонку с телефоном для этого на самой колонке на задней части видим такой тумблерок выключена включена передвигаем здесь начинают мигать такие синие индикаторы дальше на телефоне заходим настройки связь bluetooth включаем bluetooth ищем устройство поиск новых устройств сейчас мы найдем это устройство без 11 называется нажимаем пароль по умолчанию 4 0 нажимаем ok все устройство законнектилась теперь вставляем док станцию нажимаем play слушаем музыку все очень быстро работает приятно удивлен как менять громкость колонки удержим кнопку минимальная громкость удержим кнопку максимальная громкость пауза для усиления эффекта колонку лучше ставить вот так я думаю разница очевидна также звук можно менять с телефона либо минимальную скурпить видим на переключение песен влево право а муха тоже вертолет но без коробки передаешь а по стене ползет пельмень и все коленки в огурцах он деревянный как кирпич он волосатый как трамвай нажимаем хотите послушать fm-радио нажимаете кнопку мод либо переходите в fm-радио видим устройство отключается то было заглянув помер так пожалуйста слушайте этом радио нажимаем мод переходим назад bluetooth мод то есть это не просто телефон это целая музыкальная система это идеально пойдет внуку ребенку школьнику он будет всегда в центре внимания неважно будь то в автобусе либо в школьной столовой также устройство просто я не шея для бабушек то есть например приехала бабушка с дачи из города пришла уставший со своей подружкой вставляет телефон в док-станцию нажимая кнопку play и отдыхает давайте завершим вызов увидим экран входящий звонка и как это все выглядит в реальном времени входящий экран имя абонента номера нет если имя вказано шрифт достаточно огромен то есть увидеть можно без проблем нажимаем кнопку ответить все алло алло как дела как дела бабушка дай мне денег а бабушка такая говорит и ложит трубку все поговорили все время времени все работает ну конечно радио помехи идет это ожидаемо было но работает что будет если мы снимем телефон с гарнитуры приходящим звонки сейчас я вам покажу опять не понял не понял отвечаем алло видим звук уже не идет через гарнитуру звук идет через разговорный динамик вот как все продумано и это все работает и все бабушка поговорила с ну-ка все объяснила сделай а че я сделаю вы еще отбой все быстро работает и я удивлен что она вообще так работает то есть есть сценарий и она все отрабатывает вот так так что мы видим еще на док-станции разъем micro usb для чего для того чтобы заряжать и саму колонку емкость аккумулятора 1200 миллиампер колонки для этого подсоединяем usb шнур и что мы видим зарядка колонки идет и плюс в то же время идет зарядка телефона то есть бабушка пришла поставила телефон очень все легко это делается видим не нужно усилий левом попадать в пазы с первого раза и все и телефон заряжалась также заряжается колонка и плюс fm радио очень удобно не нужно штекером это попадать этот разъем то есть эти бабушек это как правило сложно они могут его повредить расшатать вот это круто сделано вот так ну и что он еще видим такой разъем aux это для чего это для подключения например телефона до через 35 миллиметра 35 миллиметра для того чтобы звук передавать не через bluetooth а через сам шнур вот так у меня этого шнура нет поэтому я вам работу не могу продемонстрировать естественно же эту колонку можно использовать любым bluetooth устройством например с другим телефоном для этого возьмем например my nokia это в сторонку пожалуйста все то же самое только уже с этим телефоном вот так то есть приятный бонус такой получается если вам телефон не понравится можете себе оставить bluetooth колонку собственно теперь давайте пройдемся по самому телефону самое интересное что есть в этом телефоне таблетуз колонка и мы ее теперь отставляем в сторонку имеем все телефона внешний вид реально какой-то пульт от телевизор ну да ладно так максимальная играть дисплея давайте поставим на минимум все поставили так давайте быстро действие проверим проблем никаких нет потому что телефон работает на медиатег процессоре марка губы точно я не нашел какой но точно не спритрум еще чем шикарен это телефон озвучкой клавиатуре послушайте только как она звучит 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ну просто это это они угорали или специально кто-то записывал чтобы бабушку не напрягать также телефоне есть и английская озвучка если мы поменяем язык на английский вот то есть по-английски все нормально вот по-русски как-то так а не знаете угорали наверное ну на украинской озвучки вообще клавиатура нет видим голосового сопровождения опять совершаем входящий вызов услышим работу мультимедийного динамика уже без блютуз колонки уж соли он вообще не глушится звук объемный громкий в городе вы услышите в громком помещении в людном месте без проблем так теперь давайте проверим работу вибрика быстрого перехода вибро режим телефоне нет если мы возьмем решеточку этому режим без звука там вообще не мелодии не вибро для того чтобы переключить режим только вибро нужно зайти настройки профилей режимы и выбрать его и по повещению только вибрация и тогда это будет только вибрик и так собственно совершаем вызов и заценим работу вибрика или здесь опять же очень неплохой то есть бабушка фона вибрик нормальный мультимедийный динамик нормальный разговорные отдельные на мультимедии отдельные страна вибрик хороший импульсивный классный вибрик телефоне за 30 долларов то есть если откинуть там например bluetooth колонку она стоит ну наверно минимум где-то долларов 13 мы получаем телефон за пол цены с неплохим мультимедийным динамиком с неплохим вибриком неплохим дисплеем с фонариком фонарик яркий но увы он только работает при разблокированной клавиатуре вот так светит неплохо ярко светит то есть ярче нежели телефон который обозревал туди и 280 так из неприятного что хочу сказать а в телефоне нет нет записи разговоров первый минус телефона послушаем громкость разговора динамика шикарный разговорный динамик громкости хватает бывает конечно глюк динамик не сразу включается где-то секунд 34 когда я получил телефон на обзор я позвонил разговора не слышал через 4 секунды разговор пошел сейчас это не повторяет не повторяется но вот владель сказал что это случается рандомно есть такой глюк так что должны вы это учитывать видим опции записи разговоров нет и меню этого тоже не давайте проверим громкую связь все классно мультимедийный динамик разговорный динамик громкий записи разговоров увы нет дальше какие телефоны имеет возможность и телефоне есть быстрый набор конечно же нажимаем кнопку нет числа скорости перевод уровень заценили на уровень гитарса на андреаса со мной углепластик так охладить и трахань и я раз давайте назначим уровень скорости и терочку давайте там инфо-центр и проверим работает ли она нажимаем нажимаем 5 выбираем 7 пожалуйста работает отбой также видим телефоне есть такие интересные кнопки м1 м2 м3 это что такое это быстрые контакты которые вы можете назначить телефонной книге заходим телефонную книгу вот прямой номер включаем номер м1 ну например инфо-центр номер м2 мучара например да все сохранено теперь когда мы нажимаем м2 и удерживаем мы набираем мучару вот просто все в реальном времени показываю вот так вот так выглядит журнал вызову все одним списком ориентироваться нужно по стрелочкам то есть входящий исходящий пропущенные также из телефонной книги мы можем заблокировать контакт то есть телефоне есть черный список видим добавить в черный список приятно уделен мелочи радует так давайте посмотрим насколько номеров телефонная книга 500 номеров не самый плохой показатель не самый плохой показатель принципе больше мы ничего не можем сделать контактом то есть про что я говорю уча рода видим поле одно имя номер один и все больше ничего мы не можем здесь назначить мелодии назначить на каждого контакта нет такой возможности картинки назначить на контакта также нет такой возможности вот и все такая телефонная книга дальше давайте зайдем сообщение т9 в телефоне естественно же нет давайте посмотрим статус памяти 50 смс критически мало очень критически мало для такого телефона но увы как есть на найти таки и вы думал увидеть больше вот так выглядит шрифт смс как видим с эсэма ски перейти другую нельзя каждый раз нужно выходить водовой шрифт давайте что-то попробуем создать т9 в телефоне нет все быстро работает никаких глюков подтормаживания нет меню видим главное выглядит только вот так одной иконкой изменить это нельзя органайзер папка органайзер будильник 45 будильников 1 2 3 4 5 будильник полноценный время время досыпа сколько повторять и собственно звонок можно выбрать не только стандартные но и любую карты памяти вот такие звонки достаточно громкие будильник здесь полноценный видим что заметки бабушка фоне заметки если вы серьезно зачем бабушки заметки ни один производитель не ставить простые кнопочники редко ставлю то вот здесь полушку фоне пожалуйста заметки приятно удивлен приоритет можно выставить до напоминание бабушка фон калькулятор стандартный календарь опять полноценный календарь приятно удивлен тема начала напоминания будильник расположение то есть это какая-то деловая бабушка должна быть который день расписан по часах но службы это служба сим-карты они почему-то недоступны органайзер такой органайзер еще забыл сказать что в телефоне дата и время не синхронизируется автоматически потому что телефон нет интернета вообще хотя пункт настройках есть такой если мы зайдем телефон время и дата видим обновление причину и также я включил автоматическое обновление но результата никакого нет вы мультимедиа представлена такими пунктами как привыкли mp3 файлов видео просмотры картинок и опять же в телефоне есть fm приемник стройный то есть не только блютуз колонки а и в самом телефоне проигрыватель стандартный медиатеков ский давайте послушаем громкость очень громкий телефон очень чисто играет и звук практически не глушится вот так можно проигрывать на рабочем столе конечно же перемотка телефон проигрывает музыку по папкам то есть можно добавить вот через этот пункт выбираем папку и она добавляет каких-то плейлистов нет то есть только по папкам вот так так подключи наушники проверим как работает музыкальный плеер с наушниками сразу скажу опять все очень хорошо пожалуйста максимальная громкость ну шикарнейший звук просто приятно слушать у меня практически не к чему придраться в этом телефоне думал будет какой-то глюк на глюке но нет все что заложили разработчики в этот телефон она работает видео опять сканирует по умолчанию какую-то одну папку если вы хотите посмотреть какой-то видеоролик который вас на флешке это нужно заходить файловый менеджер он находится в мультимедиа да вот и давайте посмотрим кстати сколько память телефона 40 килобайт видео давайте такси по старинке а видим она не читает такси обнаживал неприятную особенность телефон не понимает формата mp4 вот эти конвентированные файлы которые открывались у меня на любом устройстве здесь не опознано вот так вот тебе бабушка фон первый минус то есть он понимает только avi формат и формате у меня фильмов нет только записи с камер других телефонов то есть хотите смотреть какие-то фильмы бабушка должна конвектировать в avi формат предупредить ее об этом так fm приемник стандартный медиатайковский качелька регулировки рулит почему их не ставит простых кнопочников непонятно ну видим ничего нет никаких записей не автоматических не по времени в принципе бабушки это не для чего здесь очень много чего урезана так настройки здесь только bluetooth режимы это профили создать своего нового нельзя можно только настроить который уже есть сос настройка это то есть запуск этой кнопки ну то есть статус и не давать и ключами и номер сос например ведем номер мучары и теперь чтоб активировать стало бабушке плохо там да нет возможности на какую-то кнопку зажимаете удерживаете и все и сейчас будет идти вызов на этот телефон показывай все время приходит из амэски там пишется с амэски настройках назначается и так ждет вызов внук не отвечает до бабушка опять звонит пока добрый внук не возьмет ручку вот так режим внук опять отбой ставит бабушки все равно бабушка опять звонит пока внук не ответит будет идти набор номера вот внук взял трубку вот так вы завершу ну и собственно давайте посмотрим какая самоска приходит сос но это настраивается все настройках телефона то есть вот где она находится здесь можно назначить какой-то свой можно также включить рассылку из и нас то есть вот выключить и будет только совершаться звонок вот так такая функция она работает конечно не такая интересная как на то и она скидает координаты же сам станции здесь просто звонок и эсэмерски настройки телефона время дата показывал языки 3 английский русский украинский дисплей можно выбрать свои обои есть стандартные вот такие они черный фон и две таких картинки либо пользовательский любую ставить я уже поставил вот пожалуйста любую картинку ставите есть контур укур часов вокруг оператора вокруг всего у бабушка фоне то есть бабушка фоне это продумали во многих бюджетных либо не бюджетных устройствах про такое забывает как контур этот телефон меня в некоторых пунктах приятно удивляет что еще в телефоне есть подсветка дисплея сколько секунд видим 15 минимальный порог 5 секунд и показывать время и дату на рабочем столе если мы выключим вот такой режим ожидания мы получим что еще есть настройках интересного режим полета то есть включает функции gsm связи вызовы настройки вызовов вам хочу показать что нет записи разговоров только черный список виден до все не вибрика присоединения нет ни записи разговоров собственно сеть сим-карты функция блокировки пунктов очень полезная функция например что бабушка случайно не удалила контакт какой-то да мы можем скрыть с главного меню телефонную книгу например журнал можем скрыть сообщение скорее чтоб ничего лишнего не было ну для чего бабушка органайзер например да она не продвинутая забираем органайзер забираем журнал вызовов мультимедиа забираем бабушка музыки не слушает сообщение забираем и теперь видим что что главное меню есть только настройка и все вот такой контроль за бабушкой вашей функция безопасности что здесь интересного можно выключить авто блокировку клавиатуры потому как бабушки это может показаться очень сложным выключаем и забываем про то что бабушка будет вас и вложить по этому поводу можно восстановить настройки вот и все такой телефон с минимум функций нет никаких камер никаких игр всего по-взрослому будем делать выводы и так могу ли рекомендовать это устройство к покупке но знаете это такой специфический продукт то есть он целенаправлении либо на бабушек либо на дедушек не знаю он больше для домашних целей потому что я такая форма ну вряд ли кто-то со взрослых людей будет ходить с таким телефоном на улице но это где-то так не знаю в деревне до для домашних целей можно использовать без проблем то есть громкость хорошая динамик мультимедийный громкий сеть конечно немного плохо ловит то есть в городе проблем не будет но вот где-то уже проблемных местах трудновато будет словить сеть принципе по своих функциональных возможностях телефон справляется то есть совершить вызов принять вызов канаке заведу склонкой без проблем все работает то есть по работе проблем нет вот внешнему виду это до специфичный продукт ну вот такое интересное устройство максимально показал все как есть без прикрас делайте выводы у меня все а с Субтитры сделал DimaTorzok